Что, колесо отпало? Я бы не сказал. Всем привет, ребята! С вами снова-снова мы. А мы это YouTube-канал Поршень покинул чат. Мы сегодня решили ради вашей утехи немного поубивать подвеску Апелька. Выехали на бездорожье. В общем, будет пыльно, будет грязно, но и с тем самым интересно. Так что предлагаю без лишних слов начинать. Сейчас начнется трэшер, ребята. Сейчас, короче, наша ракета выстрелит. Короче, ясно вам сейчас сейчас такой по бездорожью. Я пристегнулся. Водитель нет. Ну, это его проблема. Смотрите, где мы оказались. Короче, куда мы приехали вообще? Ни хера не... Вот. В общем, гиблое место. Здесь уже, походу, ни один оставил оставил свой след. Теперь наша очередь. Ну что, ребята, наслаждаемся зрелищем. для нормально он правда чуть не утонул могу все проехал второй заход второй заход и что кто скажет шокер плохая машина кто скажет что проходимости нету смотрите смотрите как ему правда тяжело это дается уже уже слышно как двигатель начинает умирать потихоньку как ему это не нравится но едет все-таки едет последствия короче это сама внедорожного внедорожного не накатывания 1 сейчас он не знает сейчас я ему покажу на фигеет бля у него что-то спасам и осмотрите уже уже пар пар из ноздрей идет понемногу видно не видно не знаю но наверное уже стоит открыть капот посмотреть твои номера открывай это просто просто он мокрый ты видишь лучше не открывает он сейчас может влагу хорошо их заметил в багажник их кидать да и все так ребята рискованная акция сия сейчас руб пылинт и че гонишь у а Ура! Я, возможно, сейчас даже утонул, но всё ради искусства. Вау! камень нормально если кто-нибудь никогда так не катался вот как сейчас я ну я не буду советовать короче это небезопасно но на самом деле очень прикольно ощущение неплохие в общем хорошо иметь такую машинку которую в принципе не жалко на которой можно вот так вот погонять не бояться что это станет и упрется дорогой ремонт в общем это весело на самом деле весело сейчас эпическая битва наш опелек против вот этой вот горки сейчас посмотрим кто кого но горка такая на самом деле на самом деле неплохая довольно таких крутая его даже сказал но и опелек справляется довольно таки неплохо уверенно я бы сказал уверенно и так и так вот трудный участок участок вон начинает шлифовать но опасный момент зарыл сейчас будет вторая попытка кстати здесь тоже кто-то уже потерял защиту защиту двигателя нижнюю в общем место гибло но нас это не останавливает довольно уверенно уверенно нет не уверенно херня и это нас не остановит мы будем двигаться дальше сейчас сейчас главное взять хороший уверенный старт нет не будет хорошего уверенного старта ну давай опелек давай братан давай 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 нет все таки не по зубам нашли такое место интересное для испытаний машин на прочность вот тут честно говоря и пройти тяжело песок траншеи рвым кто-то здесь ездил кто-то на каком-то может квадроцикле или я не знаю на чем короче на херячил тут так дай боже он опелек стоит он добрался до середины в общем зачет на самом деле зачет я думал он честно говоря по такому песку вообще не сдвинется однако однако приятно удивил вот на свинство конечно свинство никто не отменял кругом бутылки мусор вот это удручает ребята не свинячки на природе не свинячки я сам стараюсь не мусорить и вам не советую вот привет экология ой копать зацените как он сюда зарылся ешкин кота вторая или третья попытка нашего Опеля забраться на гору Олимп. На песчаную дюну. Старт хороший, как всегда, уверенный. Скорость тоже ничего. О! У него может получиться, кстати. Все. Все или не все? Зарылись мы или не зарылись? Ну, почти зарылись. Ох, опелета не нравится. Не нравится опельку. Ну, кто же его спрашивает? Правильно. Попал в руки владельцев, будь добр. Кстати, я тут заметил, где они. Где-то, где-то, где-то. Вот это вот, что это такое, знатоки. Напишите, что вот это вот за хрень растет. Можно ли есть и хорошо ли плющит. Вот, тут целая грядка. Что-то выращивают, походу. Вот это вот, красотень. Так, а тем временем отвлечемся от галлюциногенов. Посмотрим дальше на эту галлюцинацию, на эти пытки бедного опелька. Это ролейная тачка, я вам скажу. На самом деле раллийная тачка. Ну, все, все. Забраться не заберемся на ту гору. Но съехать съедем. Ну, а сейчас тот же самый спуск с салона. Как это внутри выглядит, а какие ощущения. А, приехали. Безотказный белек. Я пока с ним... Мы пока снимали... Мы пока снимали вот эти видео про опель. про его судьбу. Я, честно говоря, сомневался, что эта машина меня сможет чем-то удивить. Но удивило. Вот, смотрите, куда мы заехали. Я, походу, руку лучше засуну обратно, а то могу и без нее остаться. Ну, давай, я окно закрою. Бля, и не хватает мощности. Да, типа как это изнутри выглядит. О, огрызается. Вау! Хо-хо-хо! Хуя! Все, они водой мощности уже хватает. Дай ему отдохнуть немного, пусть остынет. Мы объехали, в общем, горку. Решили не мучить уже ну, так прям по-жесткому опелек. Решили дать ему немного расслабиться. Теперь он просто-напросто спустится по вот этой горе. Пшух! Я, естественно, покажу, как это будет происходить. Вот она, астра наша начала спуск. Запускаемся. Ну, спуск, естественно, гораздо проще. Легенько дается. Бреет немного песок. Но не напрягаюсь. Что, как пару Лехи? Хорошо слушается? Да. Ну, спуск, это вообще неэффектно, короче. Вообще, по-легкому, как по маслу просто. спускается себе и все. Заглох. Поехал. А, спуск вообще-то, налегке. спуск, в общем, эффект. А, нет, вы просто выкинули мусор. Спуск неэффектный, в общем, по-легкому спустилась, да и все. В общем, что я могу сказать, обалденная машина, как оказалось, когда мы начинали снимать, я был уверен, что, ну, чем Opel Astra, блин, 19-летний может удивить. Однако, удивил, удивил своей проходимостью, своей, как бы, надежностью. Ну, конечно, было не жалко нам эту машинку, точнее, владельцу. Все ради искусства. Это был канал Поршень покинул чат. Ставьте колокольчики, нажимайте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите наши видео, если они вам интересны. Если не интересны, не смотрите. Ну, я понимаю, оно нахрен никому не надо. Но весело. Субтитры сделал DimaTorzok